Сегодня я вам расскажу, как эффективно и безопасно для здоровья проводить сушку тела девушкам. Термин сушка употребляется у спортсменов, которые поставили для себя цель уменьшить массу тела только за счет жировой прослойки, при этом сохранив объем мышц. Как правило, к сушке прибегают спортсмены-бодибилдеры перед соревнованиями, но многие девушки считают ее панацеей и используют сушку как метод экспресс-диеты. Но нужно понимать, что длительная и неправильная сушка может привести к определенным последствиям со здоровьем. Сушка предполагает, что у вас уже есть определенная мышечная масса, при этом вы просто хотите немного подчеркнуть рельеф и объективно лишнего веса у вас нет. Если же эти условия не соблюдены, то никакого эффекта сушка не даст, а только может навредить вашему здоровью. Как бы ни велись споры на тему отличия женской сушки тела от мужской, отличие всегда индивидуальное. Это в первую очередь относится к разнице между начальной и конечной массой тела. У девушек она обычно значительно меньше, чем у мужчин. Поэтому и процесс сушки для девушек отличается не по составу этапов, а по их интенсивности и продолжительности. К тому же, чтобы организму девушки не нанести серьезного вреда, то подходить к процессу сушки нужно с особой осторожностью. Тем временем, правильно подобранный комплекс тренировок и грамотный подход с точки зрения диетологии является залогом успешной и правильной сушки. Сегодня мы будем говорить не о том строгом методе, который используют профессиональные спортсмены, а о более безопасном варианте, который отлично подойдет для большинства девушек, которые хотят подсушиться. Первое, о чем мы поговорим, это тренировки. На сушке огромное значение имеют аэробные нагрузки. Это всевозможные кардиотренировки, которые положительно влияют не только на расход калорий, но также и на вашу сердечно-сосудистую систему. Но при этом очень важно рассчитать и знать свою жиросжигающую зону пульса. Жиросжигающая зона пульса является 60-70% от максимальной частоты пульса. То есть для возраста 20 лет это примерно 120-140 ударов. Максимальная частота пульса определяется по формуле 120 минус возраст в годах. При высокой частоте пульса ваше дыхание сбивается и вы начинаете испытывать недостаток кислорода. Таким образом ваша нагрузка переходит в разряд анаэробный и вы работаете на выносливость, но не на жиросжигание. Так как главным условием для жиросжигания является присутствие кислорода в крови. Чтобы поработать на рельеф, увеличить интенсивность и продолжительность аэробной составляющей тренировок. Аэробные нагрузки стимулируют активность энзима, обладающего жиросжигающим эффектом, который называется гормоночувствительной липазой. Он расщепляет хранящийся в организме жир и заставляет его циркулировать в крови, сжигая на энергию. Аэробная нагрузка также увеличивает способность организма усваивать кислород и направлять его к тканям тела. Когда в организме присутствует достаточное количество кислорода, жир сжигается максимально эффективно. Кроме того, попробуйте сконцентрироваться на интервальных тренировках, когда чередуются короткие периоды. 1-2 минуты высокоинтенсивных занятий с короткими периодами. От 1 до 2 минут занятий низкой интенсивности. Научные исследования показали, что данный вид тренировок поддерживает высокий уровень метаболических процессов на протяжении долгих часов после окончания занятия. И таким образом является эффективным методом сушки мышц. Плюс к тому он оптимизирует проведенное в спортзале время и вы добиваетесь полной проработки всех мышц тела. Нет никаких сомнений, аэробная нагрузка, в частности при интервальных тренировках, это чудодейственный способ добиться максимального рельефа. Старайтесь выдерживать такую программу на протяжении всего периода сушки и у вас не возникнет никаких проблем при избавлении от последних лишних жировых отложений. Теперь поговорим о питании. Во-первых, необходимо тратить больше, чем получать. При этом общее снижение калорийности рациона не должно превышать от 15-20%. Это значит, если вы кушаете на 1600 калорий, то теперь ваш рацион должен составлять примерно 1300 калорий. Иначе вы повысите уровень таких гормонов, как лептин и кортизол. И будете тратить не жир, а вашу мышечную массу. Во-вторых, необходимо поддерживать высокую скорость обмена веществ. Если снизить количество пищи до минимума или отказаться от нее вообще, вы замедлите свой метаболизм. Ваш организм забьет тревогу и начнет все поступающие нутриенты откладывать в прозапас. При этом не будет расходовать подкожный жир. Если вы затрачиваете максимум усилий во время аэробной нагрузки, вам не обязательно сокращать количество калорий. Такой вывод недавно сделали ученые из Университета Западной Вирджинии. Женщины с нормальным весом смогли уменьшить долю подкожного жира за 3 месяца только за счет того, что выполняли аэробную программу 4 раза в неделю в течение примерно 45 минут. При этом сердечный ритм составлял от 80 до 90% от их максимума. Им не пришлось урезать свои калории и в результате они добились существенного уменьшения подкожного жира. Но помните, такой метод тренировок доступен только тем людям, которые находятся в хорошей физической форме. В питании главный акцент делаем на снижении углеводов. Количество углеводов должно приходиться примерно 2 грамма на 1 килограмм массы тела в день. При этом употребление углеводов должно выполнять только гликогеновое депо ваших мышц, но не жировое депо. В свою очередь дефицит глюкозы запустит процесс использования именно вашего подкожного жира в качестве энергии. Количество белка в вашем рационе, наоборот, необходимо увеличить. Именно этот приостановит процесс катаболизма, то есть распада мышечной ткани. Но и здесь необходимо соблюдать определенную норму. Примерно от 2 до 3 грамм белка на 1 килограмм массы тела. Иначе избыток белка просто навредит вашей печени и почкам. Таким образом, примерное процентное соотношение по нутриентам должно находиться в следующих пределах. Белки от 45 до 50 процентов, жиры от 20 до 25 процентов и углеводы от 35 до 40 процентов. А для того, чтобы ваша сушка прошла безопасно и успешно, я рекомендую придерживаться следующего списка продуктов. Мясо и птица, но не жирные. Идеально подойдут отварная и куриная грудка, индейка, телятина или говядина. Морепродукты. Белая и красная рыба, креветки и другие морепродукты. Молочные продукты и яйца. Выбирайте молочные продукты с низким процентом жирности, но не обезжиренные. В твороге жирность не должна быть выше 5 процентов. В кефир выбирайте 1 процентной жирности. Вместо сметаны используйте греческий йогурт, а вместо жирных сливок молоко. Медленные углеводы ешьте на завтрак. Хлебцы и каши, но только не быстрого приготовления. Идеально подойдут коричневый бурый рис, пшено, гречка. Фрукты. Употреблять их можно в малых количествах. Примерно 1-2 фрукта в день. При этом лучше выбирать зеленые яблоко, киви, грейпфрукт. А вот от бананов и винограда стоит отказаться на этот период. Овощи. Следует употреблять как можно больше овощей. Только убираем самые крахмалистые. Свекла, морковь, картофель. Разумеется, от всего сладкого, мучного, консервированного и копченого на это время придется отказаться. Соль заменить любыми натуральными специями. Воду можно не ограничивать. Придерживайтесь нормы. Примерно 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. А вот от сока, кофе и какао придется пока отказаться. Также пищу лучше варить, тушить или запекать. Подведем итоги. Итак, основные правила сушки тела. Контроль за калорийностью рациона, уменьшение количества углеводов в рационе и увеличение белка. Последний прием пищи должен приходиться за 3 часа до сна. Кушать от 4 до 5 раз в день небольшими порциями. Оптимально во время сушки проводить 4 кардиотренировки в неделю продолжительностью 45-60 минут. И 2 силовые тренировки длительностью 45-60 минут. Кушать за час-полтора до тренировки, спустя час-полтора после нее. Не забывайте пить воду, в том числе во время тренировки. Обращаю ваше внимание на то, что подобными экспериментами в питании запрещено заниматься людям с болезнями печени, почек, сердца, желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим матерям, а также людям с дефицитом массы тела. Не впадайте в крайности и работайте над собой без фанатизма. Помните, что безвредный расход жира до 1 кг в неделю. Питание и спорт не должны причинять ущерб вашему здоровью, а наоборот должны его прибавлять. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»